Всем привет! Для меня это просто чудо, оказаться в таком городе. Я думаю, что вы все знаете Юрия, да? Да. Он много-много месяцев звал меня, заманивал в Уральские горы, и наконец ему это удалось. Вот я тут. Лет. А, лет, да, лет. And I'm sure many of you know Alex, our translation. No, they don't know me. But they will, they will, sure, they will remember me, don't worry. Translate. For you? Yes. I said I'm sure many know Alex. Джесс Мухин думает, что вы знаете меня, но я говорю, что нет, это не так, но запомнят, сказал. You know, when we come together like this, it's always such a dance, a harmonization of all sorts of realities. Когда мы встречаемся, это такой настоящий танец, это гармонизация всех уровней реальности, разных реальностей. You know, we live in a world of over 7 billion people. Мы живем в мире, где 7 миллиардов людей. And everybody has a unique reality. И у каждого своя уникальная реальность, и у каждой. Вопрос в том, можем ли мы их так смешать, чтобы исход для всех был чудесным. You know, one of the joys of being a creative being is that we can have any reality, we can create any reality that we want. И одна из радостей быть творческим существом, это творить и создавать ту реальность, которую мы хотим, и в которой мы хотим жить. And those who study quantum understanding, we know that the universe is just always reflecting our own consciousness back to us. И тот, кто изучает, я думаю, не квантовую физику, а всякую лову-ду про квантовый скачок, вот, она думает, что Вселенная готова к этому уже. But in the creation of all our realities, one thing we're being asked to do is to make sure that our realities do benefit this world right now. И чтобы мы не изучали, мы должны точно знать, быть уверены в том, что Вселенная получит сейчас, ну, как бы от нас выгоду от того, что мы будем такими именно сейчас. How many of you have read my books? Сколько человек из вас читали мои книги? Сколько из вас пришли сюда просто потому, что вас сжигает любопытство? Не стесняйтесь, любопытство — это классная штука. У меня, например, всегда любопытство вело по жизни. Мои родители, они происходят из Норвегии, они после Второй мировой войны переехали в Австралию. Их прямо жгло начать все по-новой, и у них прямо вот такой зуд был к приключениям. И нужно просто иметь очень много мужества, чтобы начать новую жизнь и начать жить так, как вы хотите. И я очень ценю то, что говорил мой отец. Никогда не верь тому, что ты видишь и слышишь и читаешь. Доверяй своему опыту, всегда и следуй все сама. И он всегда хотел создать новую жизнь для своей семьи. Он всегда думал о том, как сделать так, чтобы ад войны остался позади, и все трудности, и все ужасы его, и создать рай буквально. Вот он на меня огромное впечатление оказал. Это было мощное влияние. И еще одно мощное влияние пришло из церкви. Мои родители верили, что мы должны ходить в церковь. И когда мне было 7 лет, я услыхала массу учений христианских о Христе, и мне очень нравилось все, что я слышала. И Христос говорит, что вам нужно просто попросить, и вы все получите. Как-то это попросите, и внутри есть Царство Небесное. И я сказал, ну, отлично, покажи мне, я прошу, давай. И начался такой мощный зов из меня исходил. Я хотел найти вот это Царствие Небесное в себе, внутри. И когда мне было 16 лет, мне очень повезло, я встретила очень особого рода йогинов из Индии. И он рассказал мне, этот гуру, рассказал мне, поделился со мной очень древней практикой медитации, которая происходит и берет свое начало в Ведах. И я в самый первый день стал медитировать. И у меня третий глаз буквально просто взорвался светом. И с этим светом стало подниматься столько любви. И я сразу подсел на эту любовь. И это было для меня просто, ну, потому что я была в своем теле, я была в своем уме, мне было 16 лет, я была девчонкой. И, тем не менее, я испытывала невероятную любовь во всем своем существе. И я знаю, что многие из вас имели подобные переживания. И люди эоны целой времени переживают уже такое. И, как, возможно, многие уже заметили, когда все мое существо было наполнено энергией, любовью, я больше не испытывала голода. У меня не было никакого физического голода. У меня не было эмоционального голода. И ментального голода, то есть умственного. И духовного голода не было. И в эти моменты все было так чисто и так совершенно. А затем этот опыт ушел. А я хочу еще, кричала я. И вот тут и начался тяжелый труд. Мой индийский гуру говорил, ты должна медитировать каждый день. И каждый день ты должна заниматься самопожертвованием. То есть какой-то служить для других. Когда-нибудь из вас что-нибудь делает для других просто потому, что это создает в вас такую канализацию. Ну, то есть, ну, каналы открывает для вот этой любви. И нужен был этот голос, чтобы слышать слова правды. То, что в Индии называют сатсангом. Это связь. И вот, что я делала каждый день. День за днем, день за днем, день за днем. Как маленькая ягушка. И эти чувства начали расти, расти чувство любви. Но совсем вовсе не так, как в первые моменты. И так же, как многие из вас, мое йогическое «я». Да, я женилась, у меня, то есть вы же замуж, простите, у меня были дети. И сейчас между моим мужем и мной семь человек, и трое из них внуки. И я чувствую, что мои величайшие учителя были моими детьми. И я чувствую, что сейчас даже более великие учителя являются, и я воспринимаю их как своих внуков. И все, кто здесь из вас родители, я уверен, что вы знаете, что я имею в виду. А затем в 1993-м у меня произошла новая духовная инициация, новое посвящение. И опять оно изменило моей энергией. И я опять настроилась той очень тонкой-тонкой сущностной энергией, которую все мы несем в себе. Может быть, это просто были 20 лет подготовки, вот и все. Но я почувствовала, что мне больше не нужно принимать физическую пищу. И я почувствовала, что в меня извне что-то вливается такое настоящее, что дает мне возможность не жаждать и не алкать вот этой пищи из внешнего мира, не брать снаружи. Я обнаружила, что я кормлюсь наизнанку, то есть изнутри, снаружи, шиворот на выворот. Я слышал, как люди говорят на протяжении последних 20 вот этих лет. Вы слышали о людях, которые не едят? Но это неправда, мы все едим. Мы просто питаемся по-разному. Мы просто соединены с различными источниками, подсоединены к различным источникам. Вместо того, чтобы убрать от Матери природы, мы можем давать Матери природе. Что-то происходит такое удивительное, что у нас открываются такие каналы, что мы становимся дарителями. Мы даем, а не берем. Мы питаем себя этим изнутри и питаем окружающее. Вот что-то такое очень интересное происходит. Но это так. У нас просто сегодня очень немного времени, поскольку это лишь видение. Но я расскажу вам историю. И я расскажу вам свою историю. Но я расскажу другую историю. Вы увидите, что завтра, когда вы придете, мы услышите много историй, в которых очень интересны мысли, идеи. И все хорошие истории начинаются таким образом. Однажды в некотором... Однажды была прекрасная голубая планета. Когда вы смотрели из Вселенной на нее, она выглядела голубой, синий. И кто-то сказал, что вот этот голубой цвет — это цвет любви. И этой любви было суждено стать планетой величайшей любви. И внутри этой планеты был как бы такой макет, ну, заготовка, проект на будущее. По-английски называется тоже голубой отпечаток. Вот это такая игра словами. Голубая планета и голубой отпечаток. I just explained this play on words. Blueprint and blue planet. Вот. И это такая Шамбала внутренняя. They know. That's why. Some people called this blueprint Eden. Кто-то из людей назвал этот проект, этот лишь макет будущего раем, Эдемом. Every different country in this planet had a word for this. И у каждого народа на Земле есть свое слово для этого. Now, on this blue planet, there were some remarkable beings. In fact, every being upon it had been given the gift of free will. И на этой планете были очень много разных замечательных существ. И всем был дан дар свободной воли. They could create anything they wanted. Они могли создавать все, что хотели. They created war. И они создали войну. And violence. И насилие. And poverty. И нищету. And chaos. И хаос. И они злоупотребили ресурсами. И они решили однажды, ну, хватит. Может быть, мы можем создать что-то другое, отличное. Но как? И что-то волшебное стало происходить на планете. Когда они стали задавать эти вопросы. Questions like, who am I really? Вопросы, кто же я в самом деле такой или такая? Can we live in peace? Mожем ли мы жить в мире? Can we live in harmony? Mожем ли мы жить в гармонии? Can we use resources more wisely? Можем ли мы использовать ресурсы более мудрым образом? It was almost as if magically all the answers to these questions started to come. И просто по какому-то волшебству немедленно практически стали приходить ответы на все эти вопросы. The people on the planet began to pay a bit more attention to the ancient ways. Люди на планете стали больше уделять, немножко больше уделять внимание древним практикам, древним путям. Они начали слушать шаманов из древних племен. Because they had the secrets of harmonious existence with the spirit of the planet. Аборигенов, потому что они знали секреты гармоничного существования с духами планеты. И они стали отцепляться от занятости. Занятость и от бизнеса. Вот это одно и то же слово по-английски. Миром. И делать то, что говорит индийский йоги. Сиди в молчании, в тишине и медитируй. И затем они нашли внутреннего учителя или учительницу. Совершенного гуру. И когда они стали прислушиваться к этому голосу, они легко смогли превзойти уровни войны и нищеты, и хаоса. И все покровы и иллюзий стали растворяться. И они обнаружили, что живут на небесах. Живут в Шамбале. И они снова обнаружили Эдемские сады. И они всегда там были. Просто прятались. До тех пор, пока люди на планете изменятся. Пока они снова не возвратятся в молчание, в безмолвии. После того, как они смогли преодолеть заботу своих сердец о себе, 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 себе. И стали думать о нас, 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 нас. И по всей планете люди стали собираться. Потому что они осознали, что у всех есть тот или иной дар. И когда они поделились всеми своими дарами, они настолько больше все поняли. И их сердца наполнились радостью, миром, знанием. И жизнь стала другой. На этой маленькой голубой планете. И тем не менее, на этой голубой планетке все равно были те, кто еще был уволвлен в эти сети страданий. И тем не менее, вот эта будущая Шамбала, Шамбала строящаяся, проектируемая, держала свои двери, ворота открытыми для всех. И все, чьи сердца были наполнены радостью. И те, кто нашли тропы к этому Царству Божьему, Царству Небесному. И они сделали так, чтобы их свет засиял ярко через эти врата. И они еще более ярко сделали свою любовь, ее сияние. Чтобы все, кто еще алкают и жаждут любви и света, могли не заблудиться и увидеть путь. Это замечательная история, не правда ли? Вам нравится? И, конечно, эта маленькая планета называется... Планета Земля. Планета Земля. Да! Мы как раз пришли в это время, в момент именно ликования по этому поводу и празднования вот этого состояния. И то, что я обнаружила за 40 лет собственной медитации... Вот в этих потоках любви внутри невероятных существ. И я знаю, когда я говорю с людьми, с которыми я говорил по всему миру, они тоже встречали эти существа или сущности, как хотите. И мы проводим время в их присутствии. Когда мы это делаем, мы осознаем очень многое. И одно из штук, которые они сказали мне и многим... То, что 95% из того, что происходит на этой голубенькой планетке, просто чудесно. 95% Но на этой же самой планете у нас есть глобальная масса медиа. И 95% этих СМИ, они фокусируются на 5% той мерзости, которая происходит тоже. Это просто, ну, хорошо поменять эту перспективу. Вот и все. Взгляд. Очень много лет назад... Я отправилась в путешествие, и тогда у меня было очень много дел с мировыми СМИ. И когда я начала питаться изнутри, изнутри наружу, то есть прана, это было для меня просто шоком. Это было для меня просто потрясающе. На что способно человеческое тело, совершенно новые вещи. То, что это тело способно осуществлять, выполнять. Если бы кто-то за 25 лет до того представил мне эти идеи, я сказал, да ну, не может быть, просто невозможно. Я слышал, что, ну, может быть, йоги в Индии могут это делать. Но они же очень особенные люди. Нужно быть очень-очень особенным или особенной. Я не понимал, что любое тело, систему любого человека может быть настроена так, чтобы она именно таким образом функционировала. И вот как раз, когда я собирался отправиться в это путешествие и поговорить с представителями СМИ об этом, это как раз тогда была моя работа. Однажды я была в глубокой медитации. И вот в меня вошла энергия, которую я опознал как Мать Марию. Вы знаете, что Божественная женственность, Богиня, она приходит во многих формах. И Божественная женственность — это просто чистая-чистая любовь. А поскольку я на игре этой любви, то она меня время от времени привлекает. И если вы знаете мировой закон, если вы сфокусируетесь на этом, она становится очень сильной. И мы становимся сильными. И когда я была в то время в медитации, когда явилась моя Мать Мария, у меня есть послание, которым я хотел бы поделиться с миром. Она сказала, что я хочу, чтобы ты сказала людям, чтобы пришло время положить конец всем страданиям. Она сказала, что у вас есть все дары, у вас есть все знания, время пришло. Я сказала, Мать Мария, люди, с которыми я в основном проживаю время, мы все эти знаем. Мы знаем, что это так, но не знаем, как это сделать. У всех свои представления. У католиков одни, у буддистов другие, у индуистов третьи и так далее. Как же нам все это вместе сгармонизировать? Я ей тогда сказала, что это была моя идея. Я сказала, что ты там на верхних планах бытия проводишь время с Буддой, с Христом, с Кришной, ну и так далее, со всеми святыми. Не можешь ли ты собрать космический совет директоров? И собрать всех, которые когда-либо бывали на этой земле. И мягко смешать в блендере все ваши знания и дать мне рецепт, как прекратить все это страдание. Единственное, что я хотела, чтобы этот рецепт гарантированно работал. Но я при этом же хотела быть свободной и никого не принуждать. И я больше не хотела создавать никакого религиозного разделения. Можете? Так. Можешь ты? Она к ней пришла. Она сказала, ладно, я еще вернусь. И она испарилась из моей медитации. И это было такое интересное время в моей жизни. И я очень много путешествовал и много слышал о людях, которые успешно питались изнутри, так же, как я питалась. И я слышала массу историй о людях, которые могли это делать. И не могли это делать. Я думал, почему? Почему? Я думал, почему это работает для одних и не работает для других? И поскольку я компьютерный программист, ну, просто по, так сказать, по карьере, по своему образованию. Это просто меня так, ну, научили этим заниматься. Я также очень верю, возлагаю огромные надежды на научные исследования. И тут я начала это исследовать. Я написала, создала очень подробную анкету. И я ее разослала сотням людей, которые питались, ну, только таким образом, правильно, изнутри. И около 350 анкет, заполненных от этих людей, вернулись ко мне. И я начала их анализировать. Потому что я искала, что же общее из тех людей, которые были способны таким образом питаться. И в то же время я могла видеть результаты всего этого. Примерно в одно и то же время. Мать Мария вернулась в мои медитации. Просто как поток сознания. Который пахнет розами. И телепатически она сказала. У меня есть рецепт для тебя. Я подумала. И когда она зачитала все то, что все святые наговорили, что мы должны применить, чтобы избавиться от всего страдания, я осознала, что именно это, буквально это уже и делают те люди, которые питаются изнутри и наружу. Но рецепт Матери Марии, о котором мы поговорим завтра, он не такой крайний, как в нашей жизни. Потому что ее рецепт — это гарантированный путь положить конец всем человеческим страданиям. И святым очень нравится, если мы принимаем физическую пищу, если нам нравится сама эта идея. И я с этим согласна. Мне это, в общем-то, все равно. У меня никакого интереса. Будут люди питаться физической пищей изнутри, или они будут питаться изнутри и наружу. Это их выбор. Более важное, я считаю, это наши жизни и то, насколько они наполнены благодатью. И как наши сердца наполнены благодарностью. Открыли ли мы Царствие Небесное внутри себя? Живем ли мы в этом Царстве? И если ответ наш нет, то тогда, почему нет? Это результат образования? И знание путей и дорожек туда? И иногда это просто дело сводится к тому, чтобы человеку показали, что есть другие поля возможностей. Всех вас сюда послала сегодня вечером ваша внутренняя божественная сущность. Потому что я сказала ангелам пойти и собрать вас. Я всегда говорю ангелам, пойди и приведите мне тех, которые им нужны, только нужных людей. Что они не хотят, не приводите мне тех, кто хотят играть в такую реальность, в которую я не хочу играть. И иногда приходят люди, поскольку они делятся информацией, ну и таким образом они здесь тоже появляются, и вы встречаете тех людей, которых вы должны встретить. Завтра нечто свежее у нас будет. Я буду говорить о том, чего еще нет в книгах. О разных путях, которые мы можем кормить себя, питать себя изнутри и наружу, и снаружи внутрь, и так и этак. И результат, вот эффект того, как мы живем, он особенно сказывается в глобальном потеплении и в проблемах с окружающей средой. Например, знаете ли вы, что в 2050 году у нас должно быть три планеты Земля, чтобы накормить все население? Знаете ли вы алхимическую формулу, которая для этого нужна? Я не знаю. Но мы можем кое-что поменять. Мы можем применить рецепт Матери Марии. Потому что рецепт Матери Марии позволяет нам вступить в Божественный брак с нашей собственной внутренней сущностью. И вы знаете, что моральный закон, что чем чище вот этот свет, чем сильнее мы связаны, тем менее мы чувствуем голода с этим Божественным на любом уровне. Когда существа света смотрят на нашу планету, и то, как мы используем ресурсы, они говорят, например, почему же вы забыли о Божественных ресурсах и запасах внутри себя? Когда вы хорошенько приглядитесь к своим внутренним ресурсам, вы, естественно, будете меньше использовать внешние ресурсы. Так какой же мир мы хотим оставить своим детям и внукам? А что о детях, которые приходят, так называемых индига, у которых другое ДНК, и они вообще собраны в мозговом плане по-другому? И эти дети понимают очень многое из того, что мы забыли. Многие из этих детей, они больше, ну, их не интересует прием пищи из внешнего мира, и вообще брать из внешнего мира. У них очень богатый и насыщающий внутренний мир. Сколько человек здесь из вас, есть у кого есть дети, которые, или внуки, которые вообще не принимают никакой пищи? They would have gladly not take any, but they do. Yeah, okay, so just try, did you ask them that question I asked? Excellent. How many of you have children like that, or you've met children like that? Not a single person here. No one here in Russia. Hardly? No, no, это не то. Hardly, это едва ли принимает. Нет, 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 это неправильно. Rewind, let's ask this again. There are some children who reluctantly take food. Yeah, okay, but let's re-ask the audience again. How many here have children or grandchildren who prefer not to take much physical food? Вопрос в том, я был прав, что она спрашивает, есть ли дети или внуки, которые предпочитают вообще не есть? How many of you know children like that? Not much in Russia again? Not a single person. Okay. Yeah, it's a very bad place, you know. It's not a bad place, it's just a different energy. It's not a bad place, я сказал, так по глупости, это просто другая энергия. Одна из причин, по которой люди приходят на встречи со мной, потому что они переживают о своих детях. особенно о новых, ну, о детях, которые должны появиться на свет. Или о внуках. Потому что дети, которые должны появиться на свет, они очень другие, и очень сильно отличны, и не только в этой, во многих странах. И одно из тех вещей, которые они хотят, по-настоящему хотят от нас, чтобы мы были им ровно, чтобы мы были на их уровне. Потому что они существа величайшей любви. И они призывают нас вступить в этот поток величайшей любви. Потому что они знают, что вся мудрость приходит именно из этого потока великой любви. И вот в чем мы их понимаем. Итак, мир вступил в фазу ликования. И даже если мы включаем телевизор, и все выглядит жутко. А затем, когда мы входим в интернет, и если вы удерживаете намерение, тогда вы сможете действовать на другом уровне. Просто одно чистое намерение. Покажи мне хорошее в каждом. Покажи мне добро в каждом. Покажи мне Бога во всем и во всех. Покажи мне небо на этой земле. Если мы будем удерживать это намерение, конечно, тогда квантовые поля начнут и вокруг нас, и в нас, действуют совершенно по-другому. И наступит, ну, это еще качественный скачок называется по-английски. И качественный тоже по-английски. Итак, завтра... И завтра мы рассмотрим разные техники того, как подключаться вот в эти чистые потоки и открывать божественное небо внутри. Многие люди говорили мне, что неестественно быть все время счастливой. И если мы сонастроены с нашей истинной внутренней природой, то мы все время счастливы. И там покой. И там любовь. И глубокое-глубокое удовлетворение. Как вы уже, ну, услышали не раз. So... There's a joke about deep, deep contentment. Я говорю, что анекдот такой. I'm sure there is. He's a joker, yeah? No, 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 no. It's an old joke. I know, I know. From Soviet times, you know. Okay. You can tell me later. Yeah. Is there anyone here tonight who would like to ask anything or add anything? Есть кто-нибудь из вас, кто хочет что-нибудь спросить или добавить? Please don't be shy. I know, often when we gather like this, people have many questions. Пожалуйста, не стесняйтесь. Всегда, когда люди приходят на встречу со мной, у них массовый вопрос. It's not a question. Thank you. No, that's nice, though. That's of course. Спасибо. Спасибо. Yes. Ваши дети и внуки питаются так же, как и вы, солнышком и любовью. What about your children and grandchildren? Do they nourish themselves from within on sun and love? Okay. I don't, I actually like the sun practice. I think it's a good practice. I think it's a good practice. But the problem with some countries is there's not consistent sun. But I have heard from many, many people that if your eyesight, your physical eyesight isn't very good, if you take time to do some solar gazing, it really improves physical vision. If you have a good vision, and if you долго, долго очень смотрите, практикуете, так сказать, расфокусированное глядение на солнце, ну, так сказать, тупое пяление, примерно так по-русски можно перевести на солнце, тогда у вас взор зрения обостряется. И тогда через третий глаз вы питаетесь извне внутрь. Вот таким образом получаете питание от солнца. Я питаюсь немножко по-другому. В меня входит такой, ну, как бы ветерок, такой поток из более высоких уровней моей же собственной сущности. Он питает мои клетки, клетки моего тела, а потом выходит и растворяется во внешнем мире. И я сегодня покажу вам, когда мы будем немножко медитировать, я покажу вам космический обед. И вы замечали, что когда вы с кем-то находитесь много, вы испытываете влияние этого человека. А моя семья и мои дети, они теперь свободны. Если, ну, есть чего поесть, они с удовольствием едят, а если нет, то они и так могут, они знают, что можно долгое время без еды прожить. Моя младшая дочь, это она из сердец, у которых такое очень большое, большое сердце, чистое сердце. А вы знаете, что люди, у которых большие-большие сердца, они очень хорошо питают других. И когда я испытываю огромное сострадание, то люди просто знают, какие слова говорить, что делать, и приходит молчание, в котором приходит знание в нужное время. Это тоже питание огромное. Мой младший внук, ему пять, и он как маленький Будда, он очень сильный, и ему нравится, он сыроед при этом. И он так обнимается, и когда он меня подходит и тискает, он посылает импульс энергии из своего сердца прямо в мое. И это все равно, что питание мое сердце, и мое сердце говорит, вау! Он самый лучший обниматель на планете. Это английская культура обнимателей, у нас таких нет. И сейчас появляются дети, которые предпочитают новые способы питания. они просто могут обнять тебя, потискать и посылать вот эту любовь, и это как питание, и твое сердце расцветет. И мой муж целых шесть месяцев выдержал, живя на пране. Вы думаете, что он тосковал по всяким пирожкам и вообще по приготовленной пище. Он всего один раз ел. И это очень тонкая диета была, вегетарианская исключительно. И в основном моя семья ест свежую пищу, неприготовленную. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет добавить? Да, в заднем. можно сказать, вы какой-то традиционной религии предпочитаете? Do you follow any traditional religion or you prefer any my yeah as I said before I've encountered many amazing beings And when I've been deep, deep in meditation I was first introduced to the teachings of the Christ сначала меня ввели в учение Христа I then spent 20 years studying indian philosophy Затем я целых 20 лет изучал индийскую философию In the early 90s I came in contact with many of the ascended masters Saint Germain, Babaji many of the others How many of you are familiar here with Saint Germain? Кто-нибудь из вас знаком с графом Saint Germain? Okay, some yeah, okay, some okay Alright, now my connection is very much directly with the Divine Mother You know, she said to me recently when I was traveling earlier this year Она сказала мне недавно, когда я путешествовала была в путешествии в одном из своих путешествий в начале этого года You know, when I started to live on prana I'll come back to what she said in a moment Я через минуту вернусь к тому, что говорю But you imagine if your body is being fed directly from source Представьте, если ваше тело питается напитывается энергией прямо из источника You have all this extra energy that you don't need anymore for the digestive process У вас всегда есть дополнительная лишняя энергия которая, в общем-то не нужна для не нужен процесс пищеварения So all this energy can go up to develop other capabilities И она может освобожденная пойти на развитие других способностей So in the early 1990s when this happened to me И в начале 90-х когда со мной такое случилось I also began to channel You've heard the word channel Yes? И я тоже начала канализировать знаете это слово? Канализация, нет? And to receive messages from many different beings Channeling это по-русски называется Ну так переводится так вот канал Да, ну все вместе Да, channeling И вот я стала получать эти самые послания Все, все так иначе передают поэтому все участвуют в этой системе каналов Вот Sometimes we channel anger Sometimes we channel frustration You know that's an energy we are directing But you can also go into a different frequency field and bring through other energy as you know Но вы можете пойти на другой уровень выше подняться и подключиться и брать энергии совсем другие And so now my religion is pure love And so now my religion is pure love You know just pure pure love чистая чистая любовь Because I've witnessed so much about what this love can do Потому что я у меня так много свидетельств к тому я видела своими глазами что эта любовь может сделать в моей собственной жизни и в жизни других И вот в этом году Божественная Матерь пришла по одному из каналов с прекрасным посланием И она сказала что все творение рождено в любви Без этой любви творение не может существовать не могло бы существовать и все творение поддерживает в его путешествии ну просто на его пути чистейшая любовь даже в страдании творение поддерживается в изумительнейшем потоке любви потому что всякое страдание приносит человеку такие дары мудрость и добродетель простите и она говорит что все творение вернется к этой любви и что чистая любовь никогда не теряла нас никогда нас не оставляла не покидала мы просто слишком занялись бизнесом просто попались во внешнем застряли во внешнем мире и мы бываем так заняты во внешнем мире что просто не имеем времени отступить назад и побыть в тишине в покое и забываем почувствовать что ощутить то что всегда там чистая чистая любовь вот моя религия мощь и мудрость чистой любви thank you yes i've been a roeita for two years now and i want to switch over to a higher level can you give me some good advice about what to do we can but it takes a bit more time to give the complete picture than what we have tonight ну это можно сделать но нужна настоящая настройка и для этого потребуется больше времени чем сегодня у нас есть то что я хочу сказать я помогу вам это довольно трудно перевести и нас буквально она говорит нами дышит что-то более высокое то есть через нас осуществляет дыхание что-то чистое и высокое и все что нам нужно делать это просто позволять этому высшему дышать нами ну через нас и чистая сущность которая дышит меня так можно перевести ну вот попытайтесь понять это вот так это лучше чем дышит мной и открыть открой мне все свои дары это сущность обращение к ней всю свою славу я готова или готов научи меня как научи меня как жить в твоей любви я готова я готова открыться твоей любви и чтобы она заполнила меня и освободила от всяческого человеческого голода я готова и ваша внутренняя сущность говорит да это ваша внутренняя сущность поет аллилуйя по поводу того что наконец случилось то чего вы просили и теперь я могу получить вечное дыхание я могу дышать о нем всегда и наконец она спросила есть ли у нас божественное право действительно знать кто мы есть на самом деле это наше божественное право знать кто мы такие на самом деле и Иисус был прав все что нужно это просто попросить просто искренне от всего сердца вы просто должны спросить попросить испытать кто мы такие действительно есть преодолевая все ограничения личности ума системы образования и так далее западная система образования конечно вам этого не скажет западная западная система образования говорит посмотри вовне посмотри вовне посмотри вовне внутренне восточная система образования говорит смотри внутрь смотри внутрь смотри внутрь в этом мире имеет три закона по трем законам первый закон закон единства или одного все взаимосвязано это я это я просто в другой форме не правда ли он прелестен это я моя сущность получила опыт того как быть русским мужиком а разве она не прелестна это тоже я не круто ли это мое существо получает опыт бытия вот этой женщины в вашем городе не прекрасно ли это первый закон все взаимосвязано все дышит этой чистой сущности второй закон закон любви у него такая сила есть у этого закона что через что бы эта любовь не проходила он все доводит до совершенства и возвращается к тебе столица еще ну и ну что же это значит у нас просто нужно зазипить заархивировать и просто быть этим никаких слов мы просто должны настроиться с глубочайшими токами любви которые внутри нас пусть эта любовь поднимется и питает нас следующий шаг чтобы научиться питаться изнутри наружу это значит влюбиться в собственную сущность и вступить в такую самую великую любовь которую такому можно вообразить с той силой которая дышит вами это очень просто узнайте ее сонастройтесь с ней и будьте ею и это отсюда шаг к третьему переход к третьему закону закон резонанса и я уверен что эта книга есть которая написала есть на русском в резонансе и в этой книге я говорю о том что я делал в течение 20 лет прежде чем я начала питаться чистой праной мне кажется что на русском должна быть моя книга праническая программа и вы найдете ответы в ней на все вопросы которые меня задавали в течение этих лет и даже еще больше и конечно на русском есть пища богов но времена изменились сейчас 2002 я написала книгу я написала книгу пища богов в 2002 а сейчас 2013 11 лет 11 лет 11 лет гигантского расширения человеческого сознания и многие люди разными путями сонастраиваются со своими энергетическими каналами и чистейшей природой может быть используя разные методы но имея один и тот же результат и теперь их жизни наполнены любовью и их сердца наполнены благодатью и они почти не испытывают голода и даже физического голода который является естественным побочным продуктом вот этого духовного голода и прочего сейчас время образования пришло время образования и когда сейчас люди немножко образовываются они понимают что вот то что с ними происходит это нормально потому что если ваши близкие заметят что вы предстаете есть и видите все меньше и меньше они беспокоятся и скажут что это с тобой но вы можете их просто успокоить и сказать да я тут изнутри питаюсь и вот как она работает это просто другая образовательная программа это система магнитного притягивания принципа магнита работает и об этом мы поговорим больше специально завтра когда у нас будет больше времени и когда вы так живете вы просто войдете сонастроившись в другой в другой и там вы ощущаете больший поток силы больший поток праны больший поток энергии больший поток любви когда вы так у вас это получится настроитесь просто будет все само собой происходить тут игра с двух слов английских то есть сонастройка и позволение быть то есть попустительство такое вы позволяете этому быть сонастраиваетесь и это происходит само собой мы все знаем уже как это делать мы просто забыли вы просто сонастраиваетесь выходите на эту чистоту какого-то канала и позволяете ему вот это делать это и в медитации сегодня я просто покажу как легко поменять настрой ума завтра когда у нас будет больше времени то как знать всегда волю своего внутреннего своей внутренней сущности и таким образом вы узнаете сколько процентов праны у вас задействовано активно и сколько вообще как бы жизни вещества жизни у вас есть вам станет ясно самим всякий раз когда вы делаете какое-то заявление ваше внутреннее существо будет показывать правда это или нет и у вас будет меняться ритм дыхания когда мы вот так собираемся я всегда думаю что есть величайший дар из тех что я могу одарить вас дать вам и потому что я знаю что не все смогут прийти завтра может быть вы не уверены вы меня не знаете и может быть вы думаете что я вам не понравлюсь может быть вы чувствуете испытать мою энергию сегодня почувствовать в смысле а может быть у вас завтра какие-то рабочие обязательства вместо того чтобы тут заниматься еще вопросно-ответной практикой как я уже сказал все это можно прочесть в уже написанных книгах я просто показал что я знаю может не для вас но для того что вы можете также научить другим и я просто пока в оставшееся время хочу показать вам одну технику которая ну очень мощная и которую вы можете показать другим много лет назад когда меня научили этой технике мне она не понравилась и она вообще не работала в моем случае но по мере того как время шло моя сущность вела меня и научила использовать ее и извлекать пользу и теперь я применяю ее для очень многого сколь многие из вас слушают свой внутренний голос своей интуиции понимают что жизнь ваша всегда прекрасна и сколь многие знают что когда вы игнорируете его получается отстой и вы тогда горько сожалеете и говорите блин ну надо же было послушать какой я идиот или идиотка этот голосок говорит ну захвати зонтик смотри вы смотрите в окно и там солнце светит это так да ну зачем зачем мне нужен зонт когда солнце вовсю светит и два часа спустя просто гром и молния и вы думаете блин зонтик был бы сколь многие из вас практикуют сидячую медитацию и получаете вдохновение и думаете в это время это обезьяна моего ума это мое эго или это божественная водительство у вас есть вот люди которые имеют вот такой практик медитации да иногда сколько многих из вас когда вы очень глубоко 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 уходите в медитацию получаете руководство которому вы можете доверять всегда приходит это руководство и что иногда нужно время для того чтобы так глубоко уйти погрузиться иногда иногда мне нравится вот эта техника потому что она очень быстрая как мы уже говорили ваша сущность дышит вами каждую минуту будите ли вы бывают такие времена когда вам интуиция говорит что вы сделаете примите решение которое не будет лучшим для вашего высшего вам не нужно волноваться не нужно задавать вопросы вы просто спрашиваете делаете утверждение и следите за дыханием как дыхание реагирует на это хорошо ли это для вашего дыхания или нет вместо того чтобы я говорил чего искать мы можем просто сделать небольшую практику и посмотреть как та сущность которая дышит вами покажет вам что хорошо что плохо для вас первая часть я хочу чтобы вы вспомнили сейчас о чем-то что точно является неправдой ложью но тем не менее оно все время скрутится в голове вы все это повторяете и подумав об этом посмотрите как реагирует ваше дыхание если мое тело говорит что я ну действительно очень люблю кушать мясо если вот она говорит мое тело скажет это будет неправдой моему телу нравится фрукты или прана это единственное что ему нравится просто подумайте о чем-то простом что наверняка является ложью но вы все время пытаетесь убедить себя в том что это правда и проследите за своим дыханием мы начнем через минуту вторая часть этого упражнения подумайте о чем-то очень-очень простом в себе что вы знаете наверняка правду для вас и вы это повторяете по себе вы знаете это что это так и сравните свое дыхание последите за ним и если я буду говорить что я по-настоящему люблю своих внуков и если это правда то мое дыхание скажет мне своим определенным ритмом так это или нет итак закройте глаза мы дышим обычным образом и подумайте о чем-то очень простом что является ложью и попытайтесь сейчас тебе сказать что это так на самом деле что это не ложь хотя вы знаете что это ложь и несколько раз повторите для себя и посмотрите как среагирует дыхание просто следите за тем как ведет себя дыхание когда вы говорите себе то что явно ложное является правдой для вас истинным 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 дыхание Если вы с этим уже закончили и ощутили, тогда, пожалуйста, перейдите к следующему шагу. Начните повторять про себя нечто, о чем вы знаете, что это чистая правда. Так и есть. Без всякой лжи. И последите за своим дыханием. Спасибо. Когда вы чувствуете разница, просто открывайте глаза. Ощутив, едва ощутите разницу, откройте глаза. Сколько многие из вас ощутили, что когда вы что-то проговариваете про себя заведомо ложное, пытаясь убедить себя в этом, дыхание поднимается в горло и начинается сжатие вот тут? Сколько человек вот это обнаружили? Или вы можете начать кашлять. Замечали вы, когда-нибудь, что когда вы селитесь на кого-то, говорите с гневом, вы вдруг начинаете задыхаться и здесь все пережимает, в зобу спирает дыхание? Это ваше существо, он говорит, а ты бы мог или могла сказать это по-другому, передать это по-другому. Это ваше существо говорит, это вот не тот способ коммуникации. Сколько многие из вас ощутили, когда вы проговаривали что-то про себя, что правдивое, в чем не нужно себя убеждать, дыхание как будто распространялось по всему телу, во все стороны как будто. Как многие из вас ощутили это? Да. Окей, другие люди тоже заметили разницу в смене сердечного ритма. Заметили частоту, смену частоты биения сердца? Причина, по которой мне не понравилась эта практика, когда меня научили, то, что у меня вообще не было никаких реакций. Мы все разные. Вопрос в том, чтобы найти реакцию типичную для вас, характерную именно для вас. Я использую эту технику как GPS-навигатор. Я могу путешествовать по всему миру и никогда не заблужусь. Если я не уверен в направлении, я скажу налево. И если дыхание опускается в живот, и живот начинает вот так, таким образом колебаться в дыхании, это значит да, правда. Это как будто ребенок пинается изнутри, в животик. Если же лево — это неправильно, если что-то против шерсти моей сущности, и все внимание уходит в нос, как у Вуратино. Я могу узнать все, потому что моя сущность и ваша сущность безграничны. Я знаю, что когда кто-либо кто-нибудь говорит мне ложь, я могу обнаружить очень-очень многое. Все мы можем. Несколько лет назад я была в России, и бизнесмен в Москве came up to me and he hugged and hugged and hugged me and said thank you, thank you, thank you, thank you. И один бизнесмен в Москве подошел меня и обнимал, меня обнимал и говорил спасибо, спасибо. Ну, было приятно, когда тебя мужик обнимает, но как бы я хотел знать, почему. Спасибо, спасибо, вы мне столько денег принесли. Отлично, как? Отлично, как? Он сказал, вы знаете, техника дыхания, которую вы нас научили? Я научил ее, передал ее всем, кто в моем деле. Никому в этом нашем бизнесе не позволялось принимать каких-либо решений, пока вот дыхание не скажет верно, ну, сущность через дыхание, верно это или нет. И вдруг вот эта сущность стала руководить всем бизнесом. И когда весь мир погряз в финансовом кризисе, наши прибыли только росли и росли и росли. Когда мы делаем решения, исходя из эго или из ума и думаем, ну, ладно, может, проконает, потому что хорошо, ну, то есть, вроде как, звучит нормально. Может быть, это очень отличается от того, чего наша сущность хочет от нас и для нас. Особенно в бизнесе. Особенно во взаимоотношениях. И особенно, что касается самых важных решений в жизни. Я не знаю, как тут у вас в России. Но про себя я знаю в своей жизни, что когда я следую за своей сущностью, моя жизнь поистине чудесна. И это делает жизнь такой легкой. То есть, у меня есть подруга, ну, просто подруга, потому что по-английски это так звучит. Вот, непонятно. И с детских лет, с школьных лет. И когда у нее брак кроханулся, она вошла в глубокую одиночество. Нет, нет, она стала жить просто, ну, в одиночестве. Yes, I am translating. My version, not yours. Don't be angry. I am translating quite all right. They understand who you are really. When my girlfriend decided to date again, и когда моя подруга снова решила встретиться с мужчиной, often she'd go on a date and she'd say at the end that it felt like a waste of time. И она, когда ходила на эти свидания, она часто чувствовала, что это просто пустая трата времени. She said, I'd rather be home reading a good book. И я лучше поголодаю или прочту хорошую книгу. She said, I don't want to waste my time. Я не хочу тратить время. What do I do? Что я делаю? I said, do the breath test. Я сказала, ну, тогда пройди вот этот дыхательный тест. When somebody asks you for a date, если кто-нибудь просит тебя прийти на свидание, просто скажи, это для моего высшего блага провести время вот с этим человеком. А если получишь да, тогда иди на свидание. А если получишь нет, то не ходи. Тогда ты не потеряешь время. Вот так она и поступила. И вдруг к ней подошел, то есть она встретилась с очень особенным мужчиной. Но он не предложил ей встретиться где-нибудь, ну, там, в кафе или еще где-нибудь. Но у него так глаза поблескивали, мерцали. И она сделала вот это заявление, нужно ли он мне или нет. И лучше для моей сущности, для моей высшей, чтобы этот мужчина позвал меня куда-нибудь. И такое большое да изнутри зазвучало. Как будто все закричало ес. И так она и поступила. А теперь она очень счастлива. И она нашла нужного человека. Вам понравилась техника? Да. Мы можем использовать эту технику для очень многих вещей. Например, проверять процент праны. То вы знаете, когда это безопасно для вы от от еды от в в в внутри если это в вашем футболе. И если вы знаете, что у вас хорошо какую-то пищу съесть, вы ее примете по этому решению, она отразится на вашем проекте в шамбал внутренней. и она злится, видите? Шарлатанка просто. Что вы не понимаете? О, бобой. Я сказала, что вы шарлатан. Да. Да. И почему это? Потому что вы говорите баналетия. Вы говорите баналетия за одну часу и полгода. И я переверну их. Вы просто получаете деньги и ничего else. О, это смешно. Да, конечно. Что будет ваш вопрос? Я не вопрос. Я работаю за деньги. Нет, я говорю, что она просто делает деньги из воздуха. Вот и все. И вам просто лапшу на уши вешает, а вы сидите слушайте. Это всем очевидно. Она начинает злиться, из любви огромной, которая в ней есть. Понимаете? Видите? So, can I ask you a question? Yeah, me? No, is this real? What you've just said? Yeah, sure. Okay. You know, when I was a computer programmer, translate, please. Когда я была компьютерным программистом, I was the highest paid woman in my city. Do you know now? I do 90% of my work for free. If I now, what's it? So, if I wanted to make lots of money, then I could have a very good career. You know, it's so interesting. I've never had a translator before that's felt like this. Definitely. No, translate. That's a lesson for you too. Я никогда такого переводчика не встречала. Это правда, да, многие говорят. It is. Мы тоже, говорят они. Okay. So, we too. I don't know for whom to translate. Now it's becoming really interesting. It is. Yeah. Okay. So, as you can see from our translator tonight, I have encountered so much skepticism. And what do we do? We relax. It's okay. It's okay. You know, I've also spent my life being very skeptical about so much. I also have been about so much. It's so healthy. It's so healthy. Because from skepticism we learn. Because we are When we're ready. When we are ready. Okay. So, hopefully we can go into meditation when you help and guide this. I will. I will. Very faithfully translate. Сейчас мы уйдем в медитацию. Говорите нас с вашей помощью и под вашим руководством. Okay. So, because I am at a disadvantage here in that I don't understand Russian. И поскольку я не понимаю русского и у меня вот такой здесь недостаток, я вынужден доверять такого мудаку. Then we'll call on our audience to make sure the Russian translation is correct. И теперь я должна спросить прав ли есть ли кто-нибудь кто-нибудь может сказать что переводчик переводит верно? Завтра у нас будет очень много музыки Я знаю что также люди любят медитировать в тишине Давайте сейчас встанем встряхнемся и зарядимся энергией Как следует встряхнитесь вот всем телом и then when you're ready have a seat again Снова сядьте сядьте Не правда ли прекрасно, когда сердца людей открыты, они находятся в молитве, и находятся так много, когда они находятся в молитве, тогда находится много решений очень хороших для этого мира. Мы раньше думали, что Земля плоская. Мы думали, что Солнце вращается вокруг нашей планеты. До тех пор, пока какой-то смельчак не бросил этому вызов. И, как многие другие, был назван еретиком или шарлатаном. Конечно, люди этого не понимают. Давайте закроем глаза. Итак, мы уходим во внутреннюю ментальную энергию и в тишину дыхания. Пожалуйста, замедлите ритм дыхания. Пожалуйста, замедлите ритм дыхания. Позвольте дыханию быть тихим, нежным и медленным. И глубоким. Позвольте дыханию быть тихим, нежным и медленным. Вы знаете, что всякая современная наука говорит, что каждый атом — это дверь во Вселенную. И сейчас мы черпаем из глубочайших глубин наших атомов чистую энергию. И представьте, что все-таки вдвое сердце будет дизельно. И представьте, что эта энергия течет через все ваши клетки и очищает, и наполняет ее. Deep, slow inhale, drawing through your atoms from the higher dimensions, the perfect nourishment your system needs now, letting it flow with the exhale through the cells, then out through the pores of your skin into this room. И вот эту энергию чистую вы черпаете из глубин, из атомов, и как вы выдыхаете, она выходит во внешний мир. И вот эту энергию чистую выходит, и по мере того, как вы вдыхаете чистую энергию высших миров, вы медленно пропиваете «Я», чтобы опознать вот эту высшую сущность внутреннюю в себе. И когда вы выдыхаете то, что вы вдохнули через физические свои структуры, вы эту чистую сущность, вы пропиваете «Есмь». тогда «Аз есмь». Просто играйте ритмом в этой мантре «Аз есмь». Просто играйте ритмом в этой мантре «Аз есмь». Ритмом дыхания. Позволяя телу быть таким замедленным, на таком глубоком уровне все ощущать. И вы направляете внимание на то, чтобы привлекать чистую энергию из высших внутренних миров и наполнять, заливать ей буквально все ваше тело. «Аз есмь». И пробивая мантру «Аз есмь», мы признаем все аспекты своего существа. Божественный уровень, человеческий уровень. Божественный 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 уровень. если ум гуляет отвлекается, просто сосредоточьте его, верните его к этой древней мантре и произнося его фокусируясь на глубоком и нежном тонком очень нежном дыхании ваше сознание расширяется и вы ощущаете все эти сущности которые присутствуют здесь сегодня и при этом вы чувствуете как особенен каждый и каждая из вас и у каждого есть свой дар который бы принести можно было в этот мир глубокое нежное дыхание и ощущаете чистоту которую каждый из присутствующих здесь несет в своем сердце так что Мы позволяем миру сейчас прийти в наш ум и чтобы там явился добродетель. Продолжение следует... Это добродетель, это ваш дар этому миру сейчас в этом месте. И, пожалуйста, в этом контексте еще немножко помедитируйте об этом добродетели, как о даре от вас этому миру. Продолжение следует... А сейчас, пожалуйста, вообразите луч чистой божественной любви, которые исходят из вашего сердца. Соединяя сердца всех присутствующих в этой комнате, в этом зале. И когда мы соединим сердца этим лучом, мы соединим наши сущности, и мы сможем преодолеть порог ума и выйти за его пределы. И так будет всегда, и эта связь не нарушится. И теперь вы представляете, как этот луч чистой божественной любви выходит из вашего сердца и соединяет сердца всех людей, живущих в этом городе. И так же мы соединяемся с каждым буквально человеком, которого мы встречаем. В семье, друзья, коллеги, незнакомцы в этом городе, в этой стране, и люди, с которыми мы еще не встречались, но встретимся. И мы просим о том, чтобы всегда соединяться лучом такой любви со всеми, со всеми сущностями, и чтобы от этого была польза и благо всем. И сейчас последние моменты этой медитации мы используем для того, чтобы еще глубже войти в тишину. Продолжая дышать нежно, тихо, глубоко, и при этом чувствовать еще более глубокие и высокие миры внутри нас. Настраивая свой ритм вдохов и выдохов так, чтобы вы можете чувствовать глубокий мир. И чтобы вы могли ожидать еще более глубокий покой. Спасибо. 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 Если вы можете дать этому миру какой-нибудь дар. какой дар будет величайшим из тех, что вы можете принести. Спасибо. 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 Божественное. Спасибо. Божественное. 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 И мы молимся о том, просим о том, чтобы все медитации, и все молитвы, которые мы принесли, они послужили еще большей славе Божьей. И мы просим о том, чтобы все, кому это необходимо, были просвещены высшими истинами. Чтобы эти миры и гармонии были всегда доступны тем, кто открыт им сейчас. Так и есть, так и есть. Это так. Да будет так. Да будет так. И если вы закончили, готовы, можете открывать глаза. Игорь Негода. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы все пришли. И теперь у вас есть вот эта сущность, которая дышит вами или дышит вас, поэтому сегодня попозже вечером или ночью, так и так можно привести, проверьте. Простите у своей высшей сущести, хорошо ли, нужно ли вам завтра прийти сюда? Если получите да, то приходите. Если нет, ну, тогда не приходите. А для тех из вас, кто придет, мы рады видеть вас здесь в 10 часов утра. А если у вас как бы нету возможности, просто обратитесь к Юрию. О пожертвовании она говорит? Да, и можете вот принести какое-то пожертвование ему. Ну, спросите у него. Прояснит, я не знаю. Поблагодарим и Алекса за его прекрасный перевод, очень интересный. Да. Продолжение следует… Продолжение следует...